Это российский дом, распечатанный на 3D принтере, свеженький, стоит лям. Зачем печатать дом на 3D принтере, когда его можно просто построить? Правильный вопрос, отвечу на него двумя фотками. Первая. 1852 год. На ней строят храм Христа Спасителя в Москве. А вторая. 145 лет спустя. И на ней тоже строят храм Христа Спасителя. Практически такой же. В чем разница? Тут тебе и краны, и бетон, и железный каркас, а тут просто куча бревен и строительные леса. Они, кстати, поэтому так и называются, строительные леса, потому что их делали из круглого леса. А при чем здесь принтер? Потому что сегодня это звучит глупо. Распечатать дом на 3D принтере. И в то же время нынешние строительные технологии, которые кажутся нормой, они были придуманы буквально позавчера. И, наверное, тоже казались бредом. А началось все с него вот. Первого в мире небоскреба. Его построили почти 136 лет назад, и это было максимально высоко. 10 этажей. Ладно вам, тогда вы шпетиты не строили. Потому что основным материалом были, что камень и кирпич. Они тяжелые, максимум, что могли выдержать сами себя. Это 8-9 этажей. Иначе... А вы говорили, 5 суток надо. Кто же знал? И вот американский архитектор Уильям Дженни, по прозвищу Ле Барон, он же отец небоскребов, предлагает новую идею. Ну их нафиг стены. Вместо них делаем металлический каркас, и на него вешаем все остальное. Как шторы. Почему он так решил? Ну потому что прочность стали раз 10 выше, чем у самого качественного бетона или кирпича. А раз так, то получится и легче, и стоять будет аж на 42 метра. Но правда, недолго. Первый в мире небоскреб снесут в 1931 году. Как раз в это же время американские рабочие будут строить уже здания метров так 300 в высоту, а то и выше, и вытворять на той самой высоте вот такие фоточки. По фактам, слегка, на первый взгляд, ненормальные идеи батя небоскребов превратили города из таких, вот такие. Идем дальше. Первая мировая война. Города после нее выглядят вот так. Следователю нужны идеи, как быстро и дешево строить жилье. И они есть у француза Ле Корбюзье и немца Эрнста Майя. Первый покажет вот такой проект. Лучезарный город. Его назовут утопическим, если по-русски, то фигней, которая возможна только в больных фантазиях автора. Но пройдет время, и строить быстро и дешево захотят в Китае, США, в России. Ну естественно, нужно так посмотреть, что не город, то лучезарный. Кошмар. Степа, у вас что, все колхозы такие? Ну что ты, Джек? Приказано показывать самое отсталое. А второй, Эрнст Майя, предложит собирать дома из панелей. И вот немцы за две недели лепят два этажа и всего двумя подъемными кранами. К чему все эти мои любимые погружения в историю? Они наглядно показывают, как, казалось бы, безумная идея меняет мир. Вот строили из кирпича и камня. Кто-то предложил металлический каркас, и дома поперли вверх. Очевидно, что строить сегодня такие человейники быстро и выгодно. Ну и для нас, как для покупателей, плюс-минус понятно, такая стандартная квартира. Но в то же время, каждый наверняка чесал репу и думал такой, может, ну нафиг эту там ипотеку в коробке? Лучше дом за городом построить? То есть? Да, есть дома под ключ, но собирать-то их будут руками. Неизвестно кто и неизвестно как, да? Зачем ругаешься, начальники? Я сейчас не пытаюсь пропихнуть идею, там, что берем 3D принтер и печатаем. Потому что, наверное, сегодня это пока нереалистично, вот массово. Но как минимум, настало время попробовать. Ну вот просто посмотрите, как собирали машины 100 лет назад. И как их собирают сегодня. Или как делали еду 100 лет назад. И как ее делают сегодня. Так что идея заменить косорезные руки некоторых рабочих не выглядит такой уж утопической. Кто так строит? Кто так строит, а? Начинается все летом 2014. В Китае клепают несколько многоэтажных домиков из бетона. Примерно в то же время в Штатах русский инженер Андрей Руденко печатает замок. Небольшой, но целиком. А дальше можно сделать вот так. И увидеть, что напечатанных домов по всему миру дофига и больше. У меня лично было 3 вопроса. Кто и зачем это делает? И когда так начнут делать все? Или не все? Или не начнут? Жилой дом в Ярославле намерены напечатать. Строительным 3D принтером. Технология полностью российская. Дом площадью 100 квадратных метров. Можно легко на нашем оборудовании напечатать примерно за 120 часов. Это Александр. Изобретатель и предприниматель. Начинает он с того, что в 2015 году печатает себе дом. Вот он. А вот Александр. Как говорит он сам, 2017-го он там живет. И периодически водит журналистов внутрь. Это не презентационное строение, а настоящий жилой дом. Построен по необычной технологии. Я сижу как раз на одной из стен будущего жилища. Но то был дом-конструктор. То есть все его детали напечатали на фабрике, потом привезли на место и собрали. Но осенью 21-го года компания Александра публикует другое видео, где они ничего не печатают уже на фабрике, а просто привозят принтер на стройплощадку и погнали. Вот прям дом целиком. Печатали вот прям здесь. Ставили 3D принтер. Сохранились площадки. И вот так он за 27 часов накрутил на целый дом. Бетон? Стенки напечатали вот здесь вот так вот, а потом сюда заливается пенобетон. Это так называемая несъемная палубка, которая была бы напечатана принтером. Затем налит пенобетон. Пенобетон как раз обеспечивает теплоемкость этой всей конструкции. То есть этот дом рассчитан по теплоемкости по нашему региону. И пенобетон здесь плотность 500 килограмм на кубический метр. Толщина стены 40 сантиметров. Этого хватает для того, чтобы дом был теплый. С колоннами веранда. Это комната большая, зал. Здесь вы видите шкаф-купе. Здесь диванчик. Здесь обеденная зона. Полноценная спальня отдельная. Двуспальная кровать, тумбочка, телевизор, стол, унитаз, раковина, душевая кабинка. Здесь есть электричество в щите. Уложены уже теплые полы. То есть их можно подключить к котлу. То есть в принципе дом готов к зиме. Осталось собрать крышу и вставить окна. Увидит это видео и спросит. Хочу купить. Сколько это будет стоить? Фундамент, напечатать стены, залить их пенобетоном. И уже посчитана крыша, куплены окна и двери. То есть все затраты уже произведены. 914 тысяч. Площадь внутренняя дома 46 квадратных метров. То есть миллион рублей это с крышей? Миллион рублей с крышей, но... Но без земли. Без отделки и земли. Земли, конечно. А, без земли. Такой индустриальный экостиль. То есть стены останутся такими же. Даже не будете обрезать чуть-чуть даже? Вообще ничем не будет. 3D-лофт. Вот так выглядит. Колонна. Если ее вот не обтесывать, то получаются такие... Ну, назовем это культурно. Змеи. Если хотите оставить так, то придется оставить. Ну, тут видно сразу, где стыки, где у него получалось не очень. Вот такие вот наслоения идут. Причем мы не старались напечатать быстро. Дело в том, что мы здесь экономили и печатали не скоростной головкой для того, чтобы уложить меньше бетона. Соответственно, сэкономить на материалах. На самом деле, скоростная печать, она позволяет печатать в 4 раза быстрее. и дом 120 метров вполне реально печатает примерно часов за 20. Знаю. Наваливать вот сюда, а потом туда, в комменты. На самом деле, все веселее. Дом не на продажу. Александр и его команда даже не собираются печатать дома. Знаете, как они зарабатывают? Вы сейчас зарабатываете деньги, продаете 3D-принтеры. Мы не только продаем принтеры, мы их разрабатываем, производим, сертифицируем и продаем. Но не строите дома. Не строим дома. Мы печатали с другой целью, для того, чтобы вычислить практическую стоимость квадратного метра. Сколько? Он дешевле, дороже? Я подозреваю, что если компания-застройщик будет иметь более высокие накладные расходы, чем мы, мы экономили каждый гвоздь, то пусть это будет 25, пусть будет 30. Все равно сумма маленькая. А если ручками? Сколько это будет стоить? Я думаю, что за счет автоматизации, если не верить интернетовским всяким байкам, что это в 3 раза дешевле, на самом деле, на коробке здания экономится порядка 30%. И в общей доле стоимости здания, поскольку есть фундамент, крыша и все остальное, это примерно 8-12. А сколько стоит привезти принтер? Или это включено в 25-20 тысяч рублей? Да, мы учитывали там долю амортизации оборудования. Принтер собирается на площадке за полтора часа, там одни защёлки. Четыре человека, полтора часа, печатаете дом, полтора часа разбираете, переносите на соседнюю площадку. Вот я, допустим, хочу построить дом. Какой формат? То есть я захожу в приложение, заказывают 3D-принтер, мне привозят на участок и печатают его? Строительство происходит очень просто. Готовится строительная площадка. На этой строительной площадке отливается фундамент. Можно напечатать фундамент на принтере. Не вопрос. Тогда его нужно установить для этого сразу, для того, чтобы напечатать фундамент. Это экономнее, кстати? Там всего. Оператор и тот человек, который готовит смеси, больше никого нет. Вы печатаете фундамент, печатаете стены на принтере, и вот здесь вот есть ваша экономия, которую вы почерпнете по сравнению с другими методами строительства. Тогда объясните, почему вы сейчас продаете принтеры и не идете вот этот сегмент, что называется, в дом под ключ? Дело в том, что с течением времени и жизни, наверное, у каждого человека меняются свои приоритеты, и стройка не так интересна, интересен производство, разработка нового оборудования. То есть вам интересно вот такие вот железки создать? Это один из самых маленьких принтеров, так называемого форматника. Его размер 8 на 8 метров. 8 на 8 метров? Это малоформатник? Это малоформатник. Больше форматник или как? Ну, самый большой принтер, который у нас есть в линейке, это 420 квадратных метров по площади. А как вы его привозите? Ну, очень легко, но разборный. Технически есть возможность эти принтеры наращивать до высоты 80 метров сейчас уже. В принципе, вы можете вот сейчас по реновации Сергея Семеновича напечатать. 25-этажный дом. Почему еще не печатаются 20-этажные дома? Не пришел заказчик. Все крупные домостроители, которые занимаются многоэтажным строительством, смотрят друг на друга, пока кто-то начнет строить по этой технологии. Вот начали строить монолитный железобетон, сейчас все этим занимаются. Вот когда кто-то начнет строить по технологии 3D-печати, все купят принтер. Кто-нибудь из вот этих ребят приезжал к вам спрашивать, а сколько стоит? Они периодически ездят, они не только приезжают, периодически ездят, смотрят и спрашивают, наступило ли то время, когда мы можем печатать. А вы им что говорите? Технически, да. У них в головах еще не наступило. Им даже они говорят, ну а сколько стоит? То есть экономически может быть? Нет, их вообще не интересует цена, потому что оборудование в абсолютной своей стоимости оно никого не смущает, потому что оно должно быть только рентабельно. А сколько стоит, неважно. Оно рентабельно? Оно рентабельно. А за сколько я напечатаю дом? Вот такой. Ответ я не знаю. Он говорит, как вы не знаете? Вы же знаете производительность оборудования. Если бы вы меня спросили, за сколько я напечатаю, я бы сказал полтора дня. За сколько вы, не знаю, может за год не напечатаете. А это самый популярный вопрос? Да нет, самый популярный вопрос на самом деле очень дурацкий. Какой? Как вы печатаете перекрытия? Как вы их печатаете? Не надо принтер притягивать за уши ко всем абсолютно вещам, которые там есть проблемные в строительстве. Принтер хорошо печатает фундамент и стены. Все. По факту так и есть. Заходим на сайт компании и видим, что там акция на строительные принтеры. Ну, чтобы вы их сами купили и сами начали строить, простите, печатать дома на продажу. Ну, если получится их продавать. Это, кстати, совершенно нормально. Потому что, например, есть компании Intel или NVIDIA, они не торгуют компьютерами. Они продают свои процы и видеокарты. Кому-то, правда, уже не продают. Это, кстати, классная аналогия и история, почему Apple отказались от процев Intel и начали разрабатывать свои. Потому что есть два там понятных продукта. Смартфон, ну или планшет, и компьютер. И они нам нужны. Мы их чуть ли не каждый год меняем. И никто вот не ожидает, что завтра все от них откажутся, как отказались от кнопочных телефонов или пленочных фотоаппаратов. И вот Apple, во-первых, все сами прекрасно продают, а во-вторых, знают, как это улучшить и развивать. Зачем им Intel? А вот теперь посмотрите на этот продукт. 3D-принтер для печати домов. Не самая необходимая вещь в хозяйстве. И вот вкладывать деньги в разработку, чтобы их продавать, чтобы самим строить, это нужно быть либо супербогатым, либо точно знать, кому ты потом продашь этот самый напечатанный дом. Такие есть, ребята. Компания Mighty Buildings, тоже с русскими корнями. Знаете, что они делают? Они печатают дома из полимеров, чтобы продавать их в Калифорнии. О, какое полезное изобретение. Ну вот, головка принтера светит ультрафиолетом, материал максимально быстро застывает. Похоже, технологии нам чинят зубы. Это действительно новое слово в науке и технике. Но про дома. На заводе делают там 2, 3, 4 части дома, привозят их на площадку и скрепляют. Все, дом готов. Почему там это надо? Первое. В Калифорнии климат огонь, и дома можно делать практически из чего хочешь. А ребята предлагают дешевый, практичный и прочный материал. Второе. Хоть с климатом и повезло, но с ценами на землю не очень. Если у тебя не все в порядке в Силиконовой долине, то небольшого участка, небольшого дома. А вот такая аккуратная коробочка может быть в самый раз. И третье. Рабочая сила в Калифорнии примерно такая же, как и земля. Минимум официально должны платить 14 баксов в час. И поэтому дешевле, чтобы робот налепил на заводе, чем рабочий накосорезал на месте. Есть ли такие запросы в России? Ну, если только повыпендриваться. Я смотрю и вижу, что дом необычной формы. Еще и с чужим на крыше. Да, это сын напечатал его на FDM принтере. Но на самом деле, те люди, которые живут здесь, уже давно забыли, что дом напечатан на принтере. Александр, а почему вы так говорите, те люди, которые живут здесь? Почему вы не любите говорить, что вы же здесь живете? Ну, первое время мы вообще скрывали от журналистов то, что я живу со своей семьей здесь. Да, это же самый классный пиар. Сказать, вот я дом напечатал, а живу в нем. Ну, теперь уже я могу это сказать. Но если вы живете в своей квартире, то желания вводить каждый день журналистов к вам в спальню, наверное, не будет. И вот одно из свидетельств этому, такую стеночку мемориальную мы оставили. Здесь у нас расписываются различные телекомпании, кто снимает про нас. Вы тоже, соответственно, здесь будете запечатлены. Отдельные стаканчики, которые повторяются. То есть здесь совершенно маленькие элементы, 15 сантиметров в высоту. То есть это полноценный этаж. Что соседи говорят? Владимир Ильич, дом можешь напечатать такой же? Разговоры были. Напечатать, конечно, можем, но мы, к сожалению, не занимаемся печатью, мы делаем оборудование. А, то есть проходит Владимир Ильич, дом можешь напечатать? Он говорит, покупай принтер. Бери и печатай. Да. Если в 2021 году, сколько бы стоило напечатать такой дом на 3D-принтере? Ну, площадь дома по фундаменту порядка 200 квадратных метров при стоимости без отделки, ну, это, наверное, около 5 миллионов рублей. Для чайника, в чем разница заливать бетон и печатать на 3D-принтере? Эта же головка все равно льет бетон. Ни в чем? Разница только в том, что если вы льете бетон в съемную опалубку, да, то есть как это делают, например, на многоэтажном строительстве, у вас проблема со сложными формами и у вас есть время на сборку опалубки, разборку ее и на аренду опалубки. Как правило, эту опалубку арендуют. Это все затраты. Понятно, что каждая лягушка хвалит свое болото. Те, кто продает деревянные дома, будут говорить, что они дышат. Кирпичные, что они теплые. Вот Александр дохваливает 3D-дома самые ровные. Точность для стройки поразительная. То есть это в пределах двух миллиметров мы получаем Это проблема, да, сейчас во время стройки? То есть приезжают рабочие, которые косорежут. Ну, есть такая поговорка в строительстве 7 метров перекос это фигня. Поэтому здесь это как бы уходит в прошлое. Принтер печатается с очень высокой точностью. Погрешность по линейным размерам здания, она ну, здание 100 квадратных метров, ошибка в пределах 8 миллиметров. То есть это вообще ничто. Ну, в таких подробностях строительства я, конечно, спецкапец. Вы знаете, я про другое, про то, как изобретательские идеи меняют мир. Ну, вспомню еще раз Лебарона с его металлическими каркасами и вот еще одна классная история про то, как австралийские краны кенгуру позволили небоскребам расти не только высоко, но еще максимально быстро. В чем там дело? Когда-то, уже почти 100 лет назад, Empire State Building, там 102 этажа, строили вот таким вот краном Дерека или Мачтова. Для своего времени отличный вариант поднимать тонны железа в небо. Но его проблема была в том, что как только ты закончил этаж и пора бы приступать к следующему, кран нужно разобрать, поднять и собрать заново. А это долго и дорого, потому что время деки. И вот в 60-е годы в Америке решают мазать, что там небоскреб на 102 этажа? Давайте на 110. Два. Ну вы их видели? А строить их нужно было максимально быстро. Ну естественно, включается пылесос лучших технологий по всему миру, строит же центр всемирной торговли. И в Австралии откапывают технологию самоподъемных кранов. Ну уж догадались, что их фишка в том, что они сами поднимаются. Ну а поскольку они из Австралии, решили назвать кранокенгуру или прыгающие краны. Выглядит это так. Построили три этажа и основание крана отделяется и поднимается на три этажа выше. А потом туда подтягивается весь кран. Таких нужно было четыре штуки, чтобы они охватывали всю площадь небоскреба. И погнали по два этажа в неделю. Говоря же, первое время из таких механизмов масло лилось рекой. Приходилось подчищать. Ну какая разница? Теперь все, что очень высоко такси строят. И тут назрел вопрос. А 3D принтеры при чем? То, что наши ребята из Ярославля или там Mighty Buildings предлагают не просто давайте вот печатать дома как зубки или там розочкой или цветочком. Нет. Они ищут способ, как сделать быстрее и дешевле. А это главные двигатели любой технологии. Одни продают свои дома в Калифорнии, другие торгуют своими принтерами по всему миру. Так, а вот это как раз карта, на которой показано куда из Ярославля едут 3D принтеры. Я не ошибся. Да, к сожалению, она немножко заброшенная, потому что здесь 70 флажков, сейчас продано больше 150 принтеров. У нас просто флажки кончились. Вообще продавать то, чего не существовало до сих пор, это, конечно, проблематично было очень сильно. но мы начали продавать благодаря мелкому бизнесу, который начал покупать для ландшафтного дизайна вот эти маленькие принтеры. Зачем вообще вы полезли в эту историю с 3D-печати? Есть такой детский писатель Владимир Орлов, у него стихотворение есть, как приятно фигней заниматься. В этом есть какой-то, может быть, определенный смысл. А вот это как раз как это говорят, из палок. На самом деле мы сюда стаскиваем то, что не успели выбросить, в том числе вот печать глиной, это саман, который для Средней Азии является основным строительным материалом. Принтер легко печатает таким материалом. Это реально купол. Здесь 2 сантиметра бетона. Принтер такой купол печатает 7 минут. 7. Здесь 15 килограмм бетона, он не стоит ничего. Почему вы еще не главный подрядчик РПЦ? С РПЦ все сложно. Маленькая часовня практически вся из дерева. Возводили ее по старинным канонам. А вот купол решили сделать по современным технологиям. Вот, знаешь, в этом уголке будет за упокой, значит, стоять. Свечечки здесь за здравие. Почему так мало изобретателей в России? Изобретателей очень много в России. Почему мы о них так мало знаем? Потому что, как правило, это в своем роде сумасшедшие люди, у которых нет ни ресурсов для того, чтобы запатентовать, например, или довести до ума свое изобретение. Человек, например, у которого порядка 50 патентов, да у него есть патент, знаете, какой? Патент на утилизацию отходов жизнедеятельности из танка. Берется снаряд, туда закладывается то, что у тебя отходы жизнедеятельности и выстреливается в сторону противника. Чтобы деморализовать его. Деморализовать. Слышали об этом, да? Будет это изобретение когда-то работать, доведено до ума? Может, в нем и есть здравый смысл? Вы посмеялись над тем, да? Я не посмеялся, мне нравится эта идея. Нет. Мне кажется, на вооружение это давно у российского телевидения, но ладно. Нет. Любое изобретение его можно покопать, да? И зачастую человек, который что-то придумал, он даже не видит, где оно будет использоваться. Очень простой пример. Ну, вот этот принтер, да, строительный, понятно, что мы не придумали 3D-принтер. Мы придумали головки, которые экструдируют материал, да, запатентовали. Самое-то главное, мы провели инжиниринг этого оборудования, довели до серии. Принтер, который мы первый продали, стоил 830 тысяч рублей. На инжиниринг ушло 27 миллионов. Это как пример. Ну, это безумие. За нами точно и откровенно смеялись все вокруг, да? А сейчас не смеются? Ну, сейчас время ушло, да, уже не смеются, да. Не знаю, как вам, не смешно не было, было интересно, ну, потому что я, в принципе, адепт условной Икеи или Эппл, когда вот достаешь из коробки, и оно вот сразу работает, или это максимально быстро собирается. Поэтому, если когда-нибудь в будущем мне прилетит предложение напечатать дом за один клик, я с удовольствием попробую. А вы бы поселились в такой? Не забывайте писать свои искренние комменты, реагировать всеми возможными способами и до будущего.